Всем привет, друзья! Меня зовут Ярослав, вы смотрите Kickstarter и уже прошла монструозная презентация Apple. Показали миру целых три айфона, но сегодня я хочу разобраться, что именно Apple позаимствовала у других компаний для того, чтобы iPhone X стал реальностью. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал моего друга Арсен Ченнел. Парень снимает очень крутые влоги, а для своего возраста вообще прекрасные подписки, лайки его очень сильно мотивируют. Все ссылочки будут в описании. Несмотря на то, что компания Apple каждый год является инноватором по версии многих, в действительности эта компания каждый год берет какие-то интересные наработки у других больших компаний, которые производят смартфоны. И начнем, наверное, с самой обсуждаемой технологии, так называемой Face ID, который пошел на смену Touch ID. Для тех, кто не в курсе или в танке, теперь новый iPhone разблокировать пальчиком не получится. Для этого вам нужно будет ваше лицо. И еще не совсем понятно, как это будет работать, потому что толком ни у кого нет рабочих образцов. Но, тем не менее, технология эта впервые появилась у компании Google в смартфоне Galaxy Nexus. Тогда это называлось что-то типа Face Unlock или как-то так. Работало за счет передней веб-камеры и смартфон считывал размер вашего лица, расположение глаз от друг к дружке, а также рта. За счет этого телефон понимал, кто именно перед ним находится. По непонятным причинам данная технология не прижилась на Android и просуществовала где-то вплоть до версии 5.0. После чего Google по неизвестным причинам ее выполнил. Что самое интересное, технология как неожиданно пришла, так же и неожиданно ушла. И если в первом случае была даже небольшая рекламная кампания и промо насчет этой функции, то во втором случае она просто в какой-то момент исчезла из прошивки. В моем новеньком Google Pixel на Android 8.0 сейчас ее по каким-то причинам нет. Также впервые для Apple iPhone обзавелся дисплеем OLED, который годами игнорировало. Подобный дисплей был впервые установлен у компании в Apple Watch. Однако впервые, только сейчас, компания решила установку такого дисплея непосредственно в телефон. Многие люди в интернете были против подобного решения по причине того, что его достаточно сложно откалибровать и заставить показывать те вменяемые цвета, которые показывают годами проверенный IPS. Однако, впервые технология была замечена в Samsung Galaxy i57-200 и его собратье 75-200. Очень-очень давно. Это был первый смартфон компании Samsung вообще в принципе на Android. Базировался на версии Android 1.5 и впоследствии получил обновление 2.2. Ну а сегодня AMOLED дисплей это, наверное, самый популярный дисплей, который можно сегодня установить в смартфонах. Множество компаний это делает. Google, Motorola, Lenovo и многие-многие другие. Однако у каждой компании цветопередача этих дисплеев сильно разнится. Именно поэтому кренилось некое мнение о том, что эти дисплеи имеют некачественную цветопередачу. Однако Apple может все изменить. История с виртуальной реальностью. Эта штука вообще интересная. Потому что изначально компании думали, что будущее за виртуальной реальностью. Потом все начали думать над тем, что будущее за так называемой дополненной реальностью. Однако многие сейчас считают, что Apple выдумала все с нуля. Однако опять же это не так. Первые попытки сделать дополненную реальность в смартфонах опять же предприняла компания Google совместно с Lenovo. И смартфон этот, друзья, назывался. Я не помню, как он назывался, но я вам скажу сейчас точно. Lenovo Fab 2 Pro. Но штука была интересная, большая, практически на голом андроиде. И обладала все теми же функциями, которые сегодня будет обладать iPhone X. Однако из-за своей специфичности и достаточно узкой аудиторией, на которую он был рассчитан, телефон так и не стал массовым. Хотя нельзя сказать, что он был проводен. Беспроводная зарядка. То, что было у большинства смартфонов буквально несколько лет назад и начало таким-то причинным исчезать из смартфонов, снова возвращается в iPhone X. Удивительно, но первое упоминание этой зарядки было замечено в смартфоне компании LG. Назывался он LG Revolution и имел так называемую беспроводную зарядку. Позже массово ее можно было заметить в продукции Samsung и до некоторого времени в смартфонах компании Google. Nexus 4, Nexus 5 и Nexus 6 включительно. В 5X, 6P и нынешнем Pixel от нее, опять же, по каким-то причинам отказались. А очень зря. Технология была очень удачной и в моей личной жизни прижилась максимально глубоко. По понятным причинам грустно, что ее нет. И я надеюсь, что после выпуска iPhone X большинство производителей вспомнит об этой чудесной штуке. LG вообще много где отличилась. И если вспомнить новую функцию iPhone, позволяющую разблокировать его просто по касанию по экрану, то впервые подобный аналог этой функции был замечен в смартфоне компании LG G2. Этот смартфон был выпущен в далеком 2013 году и имел возможность сблокировки по двойному тапу на дисплее. Фактически пользователю даже не нужно было касаться клавиш, что происходило за счет касаний. Теперь, как и многие, снова возвращаются уже в новой кастасе. Вообще, тренды 2017 года можно смело назвать так называемые безрамочные дисплеи. И первыми так называемыми истинными безрамочными смартфонами можно было бы назвать смартфон компании Xiaomi. Это Xiaomi Mi Mix первого поколения. Однако, если углубиться в историю еще глубже, то выяснится, что первым подобным смартфоном сделала компания Motorola. В далеком 2012 году. Он на так называемый edge-to-edge дисплей от края до края, но не по высоте, а по ширине. И только в 2017 году большинство компаний решили вернуться к подобным решениям. На мой взгляд, безрамочность не то, чтобы необходима, но в любом случае это как минимум красиво. Бажно, что смартфоны на при этом оставались крепнее, потому что от всех этих безрамочных решений доставать его с кармана все страшнее и страшнее. В любом случае, большинство технологий, которые впервые реализованы в iPhone X, были во много-много где. Недавняя статья от компании Qualcomm, заявляющая о том, что они придумали вообще буквально все, все остальные нагло у них сперли. Ну, имеется в виду Apple. Лишь говорить лишний раз о том, что насчет компании Apple люди любят хайпинг. Ну, в том числе и я. Тем не менее, несмотря на весь негатив в сторону Apple о том, что эти ребята ничего не придумали и вечно все копируют, надо дать им должное. Компания всегда доводила все технологии, которые она у кого-то позаимствовала, практически до идеала. Вспомните хотя бы Touch ID. В тот момент, когда это появилось в 5S, это было буквально в паре смартфонов. И да, это было не у Apple раньше других. Тем не менее, именно после выхода iPhone 5S, так называемый сканер отпечатка пальца, стал нормой. И только после iPhone 5S такую вещь, как сканер, они начали видеть буквально во всех смартфонах. Сегодня это можно заменить даже телефоном до 100 баксов. Хотя ранее это казалось просто невозможным. Возможно, и разблокировка по лицу, не прерывшаяся в 2011 году, станет нормой буквально через пару лет. Я лично ставлю ставку на то, что буквально через года-два все смартфоны будут до конца безрамочные, хотя я не очень рад этому прогнозу. И буквально все они будут разблокироваться по лицу. Скорее всего, далеко не все они будут делать это хорошо, как и было в случае с общатком пальца. Но рано или поздно технологии доведут до ума. Ну и чтобы совсем вы убедились, просто хочу показать, вот вам какую вещь. Вот как смартфоны выглядели до iPhone и как они выглядят сейчас. В любом случае, компании могут обменять в копировании, но надо дать им должное. Они умеют доводить чужие технологии до конца. Если вам понравилось данное видео, ставьте лось, не знаю, там, лайки, лайкули. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вы думаете по поводу нового iPhone. Ждете ли вы его, будете ли вы его покупать. А я лично жду 4 октября новых пикселей. Посмотрим, что Google ответит на то, что сделала компания Apple. Но в лучшем случае в январе-феврале мы их столкнем и начнем активно обсасывать. На этом все. Пока-пока-пока.